МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот их привычный портрет. Рост метр двадцать. Большая лысая голова на сером, хрупком, безволосом теле. У этих существ очень маленький нос или вообще его нет? Вместо рта прорезь. Нет ушей, нет видимых репродуктивных органов и весьма примечательные глаза. Они удлиненные. Не узкие, а скорее миндалевитные, как две большие миндалины. Почти черные, темно-карие. Очень темные. Те, кто уверены в их существовании, как правило, считают серых... ...плохими ребятами из другого мира. Серые, насколько мне известно, похожи на рабочих пчел. Уж если они явились за тобой, то непременно заберут. Они похитили у меня часть жизни и заменили ее черной дырой или жуткой памятью. Если существуют серые, либо прочие инопланетяне, то чего они добиваются? Каковы их тайные планы? Это попытка вывести потомство, вобравшее в себя лучшие человеческие и лучшие внеземные черты. Многие уфологи, настойчиво изучающие появление НЛО, утверждают, что инопланетяне посещают Землю на протяжении тысяч лет. И об этом свидетельствуют петроглифы. Наскальные рисунки, изделия, доисторических ремесел. По всему свету мы слышим истории о существах, что спускаются с неба на Землю. Будь то североамериканские индейцы Хопи или южноамериканские культуры Майя, Ацтеки. По всему свету ходят истории про богов, посетивших древнего человека. Артефакты, которым 6 тысяч лет, были найдены в Шумере, современный Ирак. Толкователи утверждают, что здесь изображены слуги или помощники Бога. Оставленные ими артефакты напоминают тех, кого мы называем современными серыми. Большая шишковатая голова, огромные глаза, худосочные конечности и туловище. Исторически об НЛО или пришельцах не было речи до начала новой эры. Только в 20 веке начались разговоры о тайных планах серых. По данным сообщества НЛО, с тех пор и по сей день число встреч людей с пришельцами постоянно увеличивается. Одно из самых ошеломляющих утверждений, сделанных уфологами, гласит, что во время Второй мировой войны Гитлер и нацисты сотрудничали с серыми. Говорят, именно у пришельцев нацисты позаимствовали разработки нового оружия. После войны буквально сотни людей утверждали, что сталкивались с серыми пришельцами. Количество, качество, схожесть свидетельств, тот факт, что сведения были получены под гипнозом, все это убедительно подтверждает реальность данного феномена. Что-то случилось с этими людьми. Никаких официальных данных относительно встреч с пришельцами не существует. Однако Национальный центр сведений об НЛО в Сиэтле, штат Вашингтон, ведет неофициальный учет появления НЛО. Эта статистика показывает, что от нескольких ежегодных фактов в начале 20 века число их возросло до десятков в середине, а каждый год 21 века исчисляется тысячами. История похищения людей пришельцами, похоже, берет начало во времена Холодной войны. В период международной напряженности люди все чаще замечали НЛО, неопознанные летающие объекты. По утверждениям верящих в НЛО, серые впервые пошли на контакт в момент катастрофы 1947 года в пустыне близ Розуэлла, штат Нью-Мексико. История гласит, что некий ранчера по имени Мэтт Брассел приехал в Розуэлл и рассказал газетчикам о том, что обнаружил какие-то странные обломки. Мало-помалу случай под Розуэллом перерос в подробное, известное всей Америке, описание того, как в пустыне разбилась летающая тарелка, вокруг которой валялись тела пришельцев, а уцелевшие якобы спрятаны на засекреченном объекте. Официальная версия правительства США над Розуэллом пролетал разведывательный зонд, а вовсе не космический корабль. Это было частью проекта, имевшего цель обнаружить излучение от советских ядерных испытаний. Но уфологи думают иначе. История Розуэлла вызвала множество толков. Наверняка известно одно. Что-то пролетало в 75 милях севернее Розуэллского военного аэродрома летом 1947 года. Расследование вел старший офицер из 509-й эскадрильи бомбардировщиков капитан Джесси Марселл. Знаем мы и то, что обломки были перевезены на базу ВВС. По мнению Марселла и начальника базы полковника Бланчерда, то был материал слетающей тарелки. Мы знаем об этом из пресс-релиза, в котором говорилось, что американские военные нашли одну из пресловутых тарелок, о которых в то время кричали все газеты. После инцидента в Розуэлле пошли слухи, что все контакты между серыми и правительством находятся под грифом секретным. Несмотря на неоднократное официальное опровержение, толки насчет крушения НЛО в пустыне Нью-Мексико не утихают. Более 400 человек публично утверждают, будто я был там, видел обломки, видел летательный аппарат и трупы. Так что Розуэлл это вопрос веры. Чему вам хочется верить? Факт или вымысел? Явление НЛО после Розуэлла существенно увеличилось. В 50-е годы за этот сюжет ухватились киношники. И впервые появились фильмы о космических существах, прилетевших на Землю с недобрыми намерениями. Такие фильмы, как План 9 из космоса, играли на заинтересованности и страхах публики. Картина день, когда Земля остановилась, предупреждал о том, что если Земля не наладит отношений с космосом, последствия будут ужасны. Вскоре стали раздаваться голоса о похищениях людей внеземным племенем серых. Уже в 60-е годы некоторые по-настоящему уверовали в то, что их самих похищали. Существа с других планет. В 1961 году супруги из Ньюгамшира впервые в истории официально заявили, что были похищены серыми. История Бетти и Барни Хиллов дала толчок многочисленным рассказам о похищениях. Случай Бетти и Барни стал первым ростком истории о похищениях людей пришельцами. Он считается первым обнародованным отчетом о встречах с серыми. Особую популярность приобрел рассказ о посещении инопланетянами Земли. Это произошло близ Портсмута, Ньюгамшир, 19 сентября 1961 года. Скептики по сей день оспаривают каждую деталь той истории. Приверженцы считают ее поворотным моментом в истории НЛО. Ведь именно тогда страну и весь мир встревожила весть о похищениях. В последнем интервью перед телекамерами Бетти Хилл поделилась своим опытом. Мы с мужем Барни возвращались из Канады, из Монреаля. Ехали через Уайт Маунтинс в Ньюгамшире. И вдруг заметили какую-то странную звезду на небе. Стали ее разглядывать. А она вдруг изменила направление и стала спускаться к нам. Барни остановил машину, схватил бинокль и вышел на дорогу, чтобы получше рассмотреть летающий объект. Племянница Бетти Хилл Кэти Марден была тогда совсем девчонкой. В бинокль он увидел вожака. Так он его назвал. и его команду. Они смотрели на него сверху. Он смотрел на звезду и она стала снижаться. Только тут он испугался. Побежал к машине, кричал, что они хотят захватить нас. Тетя кричала ему, Барни, вернись в машину, болван, вернись в машину. Они заторопились прочь. Спустя некоторое время услышали какое-то жужжание. Свернули на боковую дорогу и остановились. на дороге был затор, стояло много людей. Толпа приблизилась к машине и тогда они поняли, что это не люди, а те самые существа, которых Барни видел в НЛО. На этом их память обрывается. они вновь опомнились на шоссе в своей машине на пути домой. Поглядев на часы, Хилл и осознали. Оба не помнят, что с ними происходило в течение почти двух часов. Этой тайне в ближайшем будущем суждено было раскрытием. Почти два года после происшествия супругов Хилл мучили кошмаром. Они обращались к разным специалистам и, наконец, попали на прием к доктору Бенджамину Саймону, известному бостонскому психиатру и невропатологу, практиковавшему гипнотическую терапию. Доктор Саймон сказал нам, что амнезию вызвали пришельцы с НЛО. Доктор Саймон восстановил нашу память. Мы ясно вспомнили все, что случилось. Пришельцы забрали нас на борт своей машины. Нас поместили в разные комнаты. Внешне пришельцы были как люди. Две руки, две ноги. Только лицом на нас не похожи. Носы у них очень маленькие. Почти нет носа. Маленький рот, маленький нос. Они осмотрели мои глаза, уши, нос, горло, кожу и волосы. Потом положили меня на стол и начали царапать мою кожу. Наверное, хотели узнать, отличается ли она от их кожи. Хилл говорит, что над ними проводили сексуальные эксперименты. Взяли у барни образцы спермы, а у Бетти, вероятно, изъяли яйцеклетки. Они втыкали мне в попо какой-то острый инструмент наподобие иглы. Я ощутила боли, они перестали это делать. Я была им благодарна. Много позже Бетти Хилл составила первый портрет пришельца, если не считать древних рисунков и статуэток. Это был портрет вожака, который пытался объяснить ей, откуда они явились. Я спросила его, откуда они. И он показал мне звездную карту. На сеансе гипноза спустя несколько лет после контакта Бетти нарисовала карту звездной системы инопланетян. В то время специалисты не смогли ее расшифровать. Но в 1966 году Марджери Фиш, уфолог и астроном-любитель, заинтересовалась карты Бетти Хилл. Фиш потратила семь лет на изучение этой карты и создание моделей, которые бы привязали ее к знакомой нам звездной системе. Лишь когда была открыта новая звезда, обнаружилось точное ее соответствие к карте Бетти Хилл. В 1973 году, построив 23 звездные модели, Марджери Фиш заявила, что нашла соответствие. По ее версии, Бетти Хилл нарисовала звездную систему, находящуюся за 40 световых лет от Земли. Зетто-ретикулы. Доктор Чарльз Батчмен из Калифорнийского технологического института исследовал Зетто-ретикулы. У нас нет никаких возможностей слетать так далеко. Мы не можем создать аппарат, способный преодолеть такое расстояние. Но если мыслить категориями галактики, эта звезда относительно недалеко. Чтобы на обычном космическом корабле наземного базирования достичь Зетто-ретикулы, нам понадобилось бы полтора миллиона лет. Помимо руководства лаборатории ракетного топлива в Калифорнийском технологическом институте, доктор Батчмен является одним из разработчиков программы «Поиск начала в рамках НАСА». Эта программа занимается поисками признаков жизни в космосе. Он допускает, что жизнь во Вселенной, в том числе и на Зетто-ретикулах, возможна. Вот две звезды в системе Зетто-ретикул, отстоящие от нас на 40 световых лет. Вокруг таких бинарных звезд могут располагаться планеты. Система далеко не новая, поэтому на любой пригодной для обитания планете вполне могла развиться стабильная жизнь. Теоретически возможно, но что мы знаем о них сегодня? Ничего. Мы имеем только свидетельство Бетти Хилл, но никаких конкретных доказательств, поэтому данный случай по сей день является предметом горячих споров. Но скептики согласны с оптимистами в том, что с той сентябрьской ночи 61-го года рассказы о похищении их пришельцами постоянно множатся. Идея может быть такой же заразной, как болезнь и передаваться от человека к человеку. Действительно ли Бетти Хилл встретила пришельцев с этой ретикул? Проводят ли они опыты воспроизводства в рамках своих тайных планов? Правду ли говорят люди, заявляющие о том, что были похищены? Эти люди спят с открытыми глазами, и при пробуждении у них наблюдаются гипнопомические галлюцинации, осязательные, зрительные, звуковые, и в особенности эффект присутствия. Скептики уверяют, что люди, рассказывающие подобные истории, попросту подражают другим, чтобы привлечь к себе внимание. Но первым-то некому было подражать. Никто прежде не рассказывал об этом, однако аналогичные истории мы слышим по сей день. За историей Бетти и Барни Хиллов происшедшие в начале 60-х последовали многие другие. Человечество заворожило мысль о том, что инопланетяне по прозвищу Серые посещают Землю и похищают людей. Но в 1969 году ВВС США развенчали такие свидетельства, проведя исследование под кодовым наименованием «Голубая книга». В отчете говорилось, что НЛО не представляют прямой угрозы для США. Сообщения о неопознанных летающих объектах явились результатом своеобразной массовой истерии или, цитируем, расстроенных нервов, мошенничества, саморекламы, психопатологии и неверной интерпретации вполне обычных явлений. Ни одно свидетельство не доказывает, что нас посещают представители развитой цивилизации. Таким образом, ВВС США подвели черту под этими рассказами. Но уфологов не смутила «Голубая книга». Многие до сих пор уверены, что правительство США вступило в тайный сговор с пришельцами еще во времена розговора. Надо отметить, что «Голубая книга» не более, чем пиаровская акция ВВС, ни в коей мере не объясняющая феномен НЛО. Я думаю, в 40-е и 50-е годы, когда правительство осознало, что НЛО и пришельцы вполне реальны, это напугало их до смерти, поскольку, во-первых, они боялись массовой паники, взрыва общественного мнения и религиозных институтов, и, во-вторых, им неприятно признаваться, что они не в состоянии контролировать воздушное пространство. Как бы ВВС не пытались размечать НЛО на протяжении 50-х и 60-х годов, пришельцы явно не читают их отчетов, поскольку продолжают появляться. Уфологи заявляют, что «Голубая книга» не смогла объяснить множество случаев. Из 12618 сообщений об НЛО, тайна 701 осталась не раскрытой. Один из наиболее загадочных случаев имел место на военно-воздушной базе Холломен в Нью-Мексико в 1964 году. Люди говорят, что на базе приземлился внеземной корабль. Оттуда вышли несколько серых и были встречены руководством базы. Позднее данный эпизод стал финальным в картине Стивена Спилберга «Близкие контакты третьего вида». Мы, разумеется, не можем этого подтвердить, но надо сказать, что слухи об этом эпизоде просочились мгновенно. Летчик с военно-воздушной базы Холломен приехал в город в увольнительную и начал рассказывать. По многочисленным отзывам он был в смятении. Не знал, что делать дальше. Вскоре он бесследно исчез. В 1984 году появились две фотопленки, подкрепившие версию правительственного заговора. Джейми Шендерей в 1984-м получил посылку где была непроявленная пленка. Таких пленок было две. Одну отослали Биллу Мору, вторую Джейми. А он, в свою очередь, открыл миру восьмистраничное послание за подписью Гарри Трумэна. Из документов, названных Моджестик-12 или МДжей-12, следовало, что 9 июля 1947 года президент Гарри Трумэн поручил 12-ти высшим офицерам ФБР провести операцию прикрытия. Секретный розыск с отчетностью непосредственно президенту Соединенных Штатов. Собранные мной документы убедительно доказывают, что была разработана программа сокрытия от американского народа целого ряда авиакатастроф и обнаружения инопланетян. В Моджестик-12 упоминаются четыре вида внеземных летательных аппаратов. В форме диска, в форме сигары, круглые и треугольные. Но самое интересное, что на страницах МДжей впервые в истории говорится о присутствии живых существ, которых мы именуем серыми. А в похожих на официальные документах их называют внеземные биологические существа ВБС. Было даже специальное оперативное руководство. Внеземные существа отыскания и уничтожения технологий. Одна из страниц этого учебника описывает два различных типа внеземных биологических существ. Первый тип ВБС считается гуманоидом. Его можно принять за человека. Эти пришельцы двуногие. Их рост от полутора до метр шестидесяти. Весят они от сорока до пятидесяти килограммов. Череп более объемный, округлый, чем у нас. Глаза маленькие, глубоко посаженные, менделевитные. Второй тип, как указано в руководстве, имеет рост от метра до метра десяти и вес от пятнадцати до двадцати килограммов. Правда, скептики уверяют, что MJ-12 детально разработанная фальшивка. бесспорная липа. Сфабрикованные документы, отпечатанные на старой машинке. Изготовители нашли подпись Друмана на каком-то документе. Вырезали ее, наклеили, а потом сделали фотокопию. Вне всяких сомнений, это чистой воды фальшивка. Если это фальшивка, то исходит она от самого правительства, или, по крайней мере, от того, кто имеет доступ к секретной информации. В 80-е годы всплыли еще более загадочные документы с новыми подробностями о серых. Документы Дульси поистине стали сенсацией. Они были обнародованы в 1987 году. И говорилось в них о том, что правительство США заключило договор с серыми на поставку высоких технологий. В этих ничем не подкрепленных документах речь идет о том, что где-то в пустыне Немексико есть секретный объект, где серые разрабатывают свои зловещие планы. Они используют нас для воспроизводства. Мы не знаем, как они размножаются. У них отсутствуют гениталии. Приверженцы этой версии убеждены, что серые похищают молодых беременных женщин. На трехмесячном сроке беременность внезапно прекращается. без всякого кровотечения, выкидыша или медицинского аборта. Ничего этого нет. Но нет и беременности. По слухам, инопланетяне извлекают плод из чрева матерью и используют его в своей программе скрещивания гуманоидов с людьми. Пришельцы как-то сохраняют эти зародыши в герметичных баках. Их содержат в жидкости и выращивают до взрослого состояния. Огласка этих и других документов совпала с новыми явлениями и подогрела интерес публики. Люди все чаще начали смотреть на небо. Не появятся ли там таинственные летательные машины и существа с другой планеты? Изыскания в области НЛО в 80-е годы переживали настоящий бог. Явления поистине уникальны. Впервые случаи похищения обсуждались открыто. И феномен НЛО стал в тот период частью американской да и мировой цивилизации. Вопрос, конечно, спорный, но некоторые уверены, что термин серый стал применяться в 80-е годы для обозначения инопланетян, которые похищают людей и проводят опыты по воспроизводству. сам термин серые, присвоенный внеземным существам, получил широкое хождение к началу середине 80-х. Мне думается, прежде его не употребляли. Но существуют ли серые на самом деле? Или они только продукт поп-культуры? Возникает вопрос, что же было на самом деле и до какой степени жизнь подражает искусству или наоборот? Этот клубок распутать непросто. Мне думается, феномен НЛО реален в основной своей части. Уфологи уверяют, что Земля может пережить дьявольское вторжение серых. Если верить членам сообщества НЛО, число похищенных людей инопланетянами в 21-м веке все возрастает. Эти данные проверке не подлежат. Но по неофициальной статистике организации Роупера число похищенных уже перевалило за 4 миллиона. Многие попросту не верят в НЛО. Естественно, не поверят они и в похищение. Но если признать реальность НЛО, тогда факт присутствия иных существ, отличных от людей, покажется не таким уж маловероятным. Главным источником информации об инопланетянах служат, естественно, очевидцы. они сообщают схожие сведения, которые, возможно, раскроют подлинную суть плана серб. Вначале будто из ниоткуда появляется белый свет. Он может быть еще янтарным или голубым. Затем испуганные люди сообщают, что их окружили и парализовали странные существа. они тебя не просто парализуют, а погружают в коматозное состояние. Я даже имел возможность общения с ними. То есть они говорили со мной без слов, а как бы телепатически. Некоторые даже уверяют, что пришельцы уносят свою человеческую добычу в космос. И ты оказываешься, если можно так выразиться, в чужеродной среде, где много света и все очень поэтично. Пожалуй, не скажешь лучше о той среде. Пейзаж какой-то сюрреалистический. Похищенные рассказывают, что на борту серые проводят медицинское обследование. Некоторые процедуры крайне болезненны. В этих опытах было что-то, из чего я заключил, что они преследуют биологические и репродуктивные цели. Об этом говорят многие, и поэтому я не слежусь рассказывать про это. Если серые действительно здесь, то каковы их истинные планы? Одни думают, что они прилетели, чтобы полностью уничтожить нас. Другие же, напротив, уверены, что они являются, чтобы помочь нам избежать тотального уничтожения. Гипнотерапевт Дэррел Симс, объявивший себя охотником за пришельцами, изучает феномен похищения уже более 30 лет. Он уверен, что раскрыл истинный смысл миссии серии. Дэррел специализируется на восстановлении травмированной памяти людей, которые были якобы похищены пришельцами. Первым делом пациенту надо полностью расслабиться. Я радикально меняю тон. Сосредоточьтесь на звуках моего голоса. При звуке моего голоса ваши веки тяжелеют. Звук моего голоса успокоит вас, защитит вас. Постарайтесь полностью расслабиться. Одна из его пациенток, Донна Ли, возглавляет хьюстонский канал НЛО. Она убеждена, что ее неоднократно похищали серою. На сеансах гипнотерапии с Дэррелом Симсом она вспоминала множество пугающих встреч. Она даже верит в то, что серые похитили ее нерожденного ребенка. У меня не было никакого выкидыша, а беременность была 8 недель. И вдруг пропала. При этом ни кровотечения, ничего такого не было. После этого Ли под гипнозом вспомнила, как очутилась в ярко освещенной комнате. Они привели в комнату девочку и оставили ее со мной. Она была гибридом в нашем понимании этого слова и в то же время очень походила на меня. У нее были очень плохие волосы, но она была очень похожа на меня и лет ей примерно столько, сколько должно было быть моему ребенку. Ли говорит, что ребенку гибриду было примерно 9 лет. Она сидела напротив меня и когда нас оставили наедине, у меня в голове зазвучали слова «Я тебя знаю! Я тебя знаю!» И мне было так грустно, такая безысходная грусть, и теперь мне хочется, чтобы это повторилось. Специалисты считают рассказы о похищениях продуктом гиперактивного сознания. Якобы гипноз стимулирует работу фантазии. Под гипнозом у людей включается воображение, и они принимают вымысел, фантазию за воспоминания о действительных событиях. И затем, когда люди выходят из гипнотического транса, эту память в кавычках они считают подлинными. Реальны или вымышленны воспоминания похищенных? Они являются без приглашения, по-хозяйски обращаются с твоим темным. Забирают у тебя ребенка. Хочется закричать, рот открыт, а звука нет. это своего рода сознательный паралич. Существуют ли серые? Вынашивают ли они злодейские планы? В 2003 году группа психологов из Гарвардского университета решила, что нашла ответ. Под руководством доктора Ричарда Макнелли ученые провели уникальный эксперимент по оценке физиологических реакций, таких как сердцебиение и дыхание травмированных людей. Мы решили проверить, проявятся ли у людей, которые хранят память об охищении пришельцами, те же посттравматические реакции, что и у душевнобольных. Наша группа обследовала людей с травмами памяти различной степени. Самая трудная задача отличить больных с памятью о пережитом сексуальном насилии в детстве, то есть с подлинной травмой от тех, чьи воспоминания вероятно ложны. Лабораторными тестами руководил доктор Скотт Бо. Процедура такова. Человек приходит в лабораторию и подробно рассказывает одному из наших консультантов о том, что ему пришлось испытать. Мы подключаем к нему аппаратуру для измерения частоты пульса, проводимости кожи, электромиографические электроды. Затем подопытным дают прослушать аудиокассету с их собственным рассказом о похищении. Лежишь голый, привязанный к железному столу на борту космического корабля. Над тобой склоняются инопланетяне. смотрят на тебя своими огромными неподвижными черными глазами. От ужаса шевельнуться не можешь. Потом они открывают глаза и рассказывают о своих переживаниях. Мы просим их оценить насколько ярким, возбуждающим был тот или иной эпизод. Насколько они были способны владеть собой. Комфортно ли они себя ощущали? Испытывали ли ужас, боль, тоску? Просим описать всю гамму чувств. Психологи из Гарварда отметили, что похищенные пришельцами обладают гипертрофированным образным мышлением. Их сознание способно порождать необычайно яркие образы. Когда вы смотрите кино, оно затрагивает ваши чувства. Когда читаете роман, герои как живые встают у вас перед глазами. Вас завораживает закат, и вы погружаетесь в собственные фантазии. Все это связано с человеческой способностью творить яркие, реалистичные образы. Психологи установили, что, как правило, похищенные не лгут. Они на самом деле верят, что пережили опыт похищения пришельцами. Искренне верят. И это у них не псих. подобные информации относятся к области сонного паралича. Это вполне нормальное явление, никакой патологии тут нет. Но во время так называемого быстрого сна, когда к нам приходят сны, мы полностью парализованы. Сложите вместе все составляющие, и вот перед вами похищенный пришельцами. Но один из подопытных Макнелли считает, что гарвардский эксперимент изначально порочен. Возможно, встречи с пришельцами есть результат отклонений в сознании, но списывать все на фантазии жестокое заблуждение. У меня тоже был сонный паралич, и я знаю, что ощущения при этом похожи на контакт с пришельцами. Но хотя сходства есть, ими всего не объяснишь. Если Бюше и другие похищенные правы, и серые действительно существуют, значит, они откуда-то явились на Землю. Если не зетеретикулы, то откуда? Этому вопросу уже две с половиной тысячи лет. Он восходит к древним грекам, которые размышляли, есть ли жизнь за пределами Земли. А мы применяем науку и технику 21 века, чтобы ответить на тот же простой вопрос. Возможно, там одна, десять, сто, миллион разумных цивилизаций, с которыми мы можем контактировать. Те, кто были реально или мнимо похищены, верят в то, что внеземные разумные формы жизни не просто существуют, но уже явились к нам. Они преодолели космические расстояния с определенной целью. Я думаю, серые хотят обеспечить лучшее будущее своим потомкам. По-моему, проще некуда. И частью их плана является, на мой взгляд, сохранение человечества, то есть это взаимовыгодная программа. Психологи же настаивают на том, что феномен пришельцев это плод буйного воображения. Серый, на мой взгляд, является гипнопомической визуальной галлюцинацией, которая происходит в результате сонного паралича. А какова цель их пребывания на Земле? Никакой цели. Это галлюцинации. Открытый ум это хорошо, но не настолько, чтобы мозги вывалились. Реальны ли планы серых? Или это фантазия? А похищение пришельцами факт или вымысел это по сей день остается загадкой. Они нам не скажут, зачем явились, кто они такие, чем объясняются их действия. Возможно ли, что инопланетяне существуют? Я уверен, что они здесь, причем уже давно. продюсер Диана Тюдал режиссер Кэлвин Дак Фильм озвучен по заказу РЕН-ТВ РЕН-ТВ